Продолжение следует... На втором месте такая позиция, мне не нравится уговаривать людей что-то покупать. На втором месте идет такая негативная черта, сетевой маркетинг это пирамида. Все деньги только у тех, кто наверху. Ну люди сталкивались с разнообразными пирамидами и проецируют вот это все на сетевой маркетинг. И на третьем месте тоже такое важное положение, люди не верят, что на этом можно нормально заработать. Посмотрите на этот график. Если вы продолжите работать по найму, ваш доход будет всегда алиментирован окладом. Вы продаете ограниченное количество времени, получая за это ограниченное количество денег. Даже работая больше, вы вряд ли сможете рассчитывать на существенную прибавку. Для большинства людей в России заработанные таким образом деньги не покрывают и части потребностей нормальной жизни, а многим позволяют лишь сводить концы с концами. Есть ли возможность что-то изменить? Зарабатывать значительно больше? Конечно, есть. При удачном введении дел, постоянном спросе на ваш продукт или услугу, ваши доходы будут расти. Но тем не менее, как и в случае с наемным трудом, ваше личное время будет принесено в жертву процветания. Еще одна важная деталь. Доход в традиционном бизнесе не имеет четкой тенденции к росту и напрямую зависит от вашего участия. Вы будете приходить на работу в любое время, сможете самостоятельно решать, когда уходить в отпуск, но уверены ли вы в том, что ваш бизнес будет работать в ваше отсутствие? Вряд ли. Посмотрите, ваша сеть растет, а вместе с ней растет ваш доход. Это именно та цель, которую мы поставили, начав рассказ о сетевом маркетинге. С каждым годом вам понадобится все меньше усилий и времени на поддержание вашей организации. Бизнес сетевого маркетинга работает на вас, а не вы на него. Участвуя в обучающих семинарах и конференциях, вы познакомитесь с большим количеством единомышленников из разных городов и стран. Работая дома по 2-3 часа в день, вы сможете сами воспитывать детей, заниматься любимыми делами. Вы сможете самостоятельно выбирать время для отдыха и путешествовать, сколько сочтете нужным, открывая для себя новые удивительные места. Сетевого маркетинга Под ними старшие менеджеры, еще ниже менеджеры среднего звена и в основе рабочий и младший персонал. В чем смысл корпоративной структуры? В том, что каждый представитель верхнего уровня зарабатывает больше, чем нижний. Напоминает ли вам этот порядок пирамиду? Без сомнения. Приходя в компанию сетевого маркетинга, вы начинаете создавать свою структуру продвижения товара, приглашая и обучая новых дистрибьюторов. Ваш доход складывается из товарооборота, который вы создаете лично, плюс процент с товарооборота, созданной вами сети дистрибьюторов. Система учета сетевой компании отслеживает вашу активность и выплачивает соответствующие вознаграждения. Уровень вашего дохода зависит только от ваших организационных способностей. Вы можете зарабатывать больше денег, чем пригласивший вас дистрибьютор, и любой дистрибьютор, пришедший в компанию задолго до вас. Графически эта структура будет выглядеть как перевернутая пирамида. Количество мест на вершине не ограничено. Если называть вещи своими именами, то к сетевому маркетингу в большей степени применимы понятие эффективный менеджмент. Однажды раскрутив маховик этого бизнеса, вы сможете долгие годы жить полноценной жизнью и чувствовать гордость за то, что вы создали. Чем хорош сетевой бизнес? Наверное, это, может быть, самое важное его преимущество – это то, что ты когда-то, сделав один раз хорошо свою работу, ты можешь потом получать остаточный доход за эту работу. Те люди, которые приходят в мою организацию, я им говорю простые вещи. Подумай о том, сколько ты хочешь здесь заработать, какие тебе нужны деньги. У нас есть все для того, чтобы ты осуществил свои мечты. Но я хочу, чтобы ты работал. Хочешь ли ты зарабатывать здесь? Хочешь ли ты путешествовать здесь? И хочешь ли ты вообще чего-нибудь в жизни? Это мотивация изнутри. Ты хочешь к чему-то. Это не движение, как бы, из страха, да? Либо ты, потому что ты должен. А движение к чему-то. Движение к тому, что ты хочешь. В этом бизнесе не достигают успеха по двух причин. Либо он начинает, либо не продолжает. То есть успех, как дембель в армии, он не избежал. Просто необходимо идти до конца. Вот самого нужно делать. Оставайтесь на старой работе, не уходите. Останьтесь, попробуйте. Это бизнес, который можно совмещать, его нужно совмещать. А вот если нет основной работы, то тем более нужно делать, начинать и делать. Вот ничего не теряет человек, абсолютно ничего. То, что здесь нет трудностей, это неправда. И никому не верьте, пожалуйста. Это очень большая работа. Но работа не физическая, а работа вот эта. Поэтому, когда говорят, что не получится, когда говорят, что поздно, вот я всегда отвечаю людям, давай попробуем вместе. И напоследок вопрос. Может быть, хватит работать на чью-то мечту, и пора начать осуществлять свою? Поэтому сделайте следующий шаг и начните бизнес в сетевом маркетинге. Пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору, который дал вам этот фильм. Он поможет вам найти компанию, способную привести вас к поставленным целям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова